У всех поздоровочных кровеносные системы замкнутого типа, кровь только в сосудах. При этом исходный вариант, рыбий вариант, следующий. Сердце на брюшной стороне тела, сразу за ворки на области, из сердца выходит один единственный сосуд, который называется брюшная аута. Так, на этом сосуды выталкивается по голове. А в боковых стенках глотки находятся щели, куда выпишены капиллярные сети. Вот, собственно, эти капиллярные сети называются жабрами. А щели в боковых стенках глотки жадрные исчезли. Тогда, пройдя сквозь капиллярные сети жабр, поскольку толщина стенки всего одна единственная клеточка, СО2 легко дефундирует в окружающую среду, а из окружающей среды кислород. Дефундирует плазму крови. Сосуды, которые проходят над жабрами, вот здесь. На самом деле, это два разных сосуда. Один относительно небольшой идет в голове, вот сюда. И здесь, кстати, вот этот сосудик, у него название, которое для вас, для большинства, знакомое. А появляется этот сосуд, как вы видите, еще влюбленный. Как называется у позвоночных сосудов, по которым ведется кровоснабжение головы? Сонная артерия. Сонная артерия, вот они. Итак, анатомически они должны отходить от самой передней, то есть первой жаберной артерии. Хорошо. Вот остальные четыре поражательных артерии, они сливаются друг с другом, дают спинной ауру. Вопрос. Вот она, брюшная ауру. Они прощают к голове, леву, головы. В какую сторону идет кровь по брюшной ауру? К голове, ну, стрелочку у меня где-то же стоит. Сердце выталкивает кровь вот в этот сосуд. Порция за порцией. Хорошо. А постельное ауру. Вот здесь появляются все новые и новые порции крови. Куда они будут выходить? Они будут выходить в артерии тела. В самые разные органы. Там образуют капиллярные сети. Отдавать кислород, получается у два. А после этого, ну, а после этого опять возвращаемся к насосу. Вот так. Значит, понятно, что это нарисовал упрощенную схему. Реально там, конечно, посложно дело обстоит. Но общий принцип здесь действительно совершенно точный. Сердце рыбы. Напоминаю, сердце рыбы – это участок брюшной ауру. И вот теперь, как оно устроено? Во всех школьных учебниках написано, что у рыб сердце двухкамер. Ребята, учтите. В рыбьем сердце две главные камеры. А вообще-то у рыб сердце четырех камер. Что это за четыре камера? Вот они. В нее впадают все вены, которые приносят отработанную кровь от окон. На самом деле, ну, для тех, кто всерьез интересуется зоологией, две главные вены впадают не по центру, а слева и справа, с боков. Называют вот пюгеровую протоки. А вот по центру, вот печеночная вена, по ней приходит кровь от печени. Хорошо. Итак, название первой камеры. Венозный синус. Название лучше запомнить. Первая камера. Венозный синус. Это просто приемник крови. Он принимает венозную кровь, которая пришла из организма. Вторая камера. Предсердие. А вот по поводу задачи предсердия уже имеет смысл поговорить слегка подробно. Помните, как на прошлый раз делали? Я вам рисовал однокамерное сердце. Вот такое сердце, которое сокращается. У него есть пласка. Работа сердца обеспечивает прокачку крови через капиллярную систему. А теперь давайте подумаем. Когда вы спите и когда вы бежите, у вас сердце работает с одинаковой нагрузкой или нет? Ага. А во столько раз больше потребуют мышцы крови, так переходя из состояния покоя в состояние напряжения? В 10 раз. Скажите, а каким образом вы собираетесь в 10 раз увеличивать поток крови, ведущий сквозь мышцы? Предлагайте мне это. Только не галдеть руки, поднимите. Итак, задача. Что такое сделать с кровеносной степой, чтобы количество крови, проходящее сквозь орган, увеличилось в 10 раз. Да. Расширить. Какой? Сосудов здесь много разных. Отменим три. Здесь показаны артерия, капилляры и вены. Что вы собираетесь расширять? Все. А почему это тогда должно сказаться на скорости крови? В какую сторону всегда направлен поток жидкостей газа? В зону большего давления в зону меньшего давления. Вот если вы сжали артерию и расширили гену, то да, у вас разница давления возросла, и кровь пойдет через севку активнее. Но увеличится ли количество крови? Ребят, система замкнутая. Если сердце в минуту, допустим, прокачивает 1 литр, это значит, что сквозь капилляры в минуту сколько проходит? 1 литр по-другому быть не может. А нам надо не 1, а 10 литров пропустить. Быстрее. Какой у вас пульс? Ну какой пульс считается, частота пульса ЧСС, считается нормальным для здоровья человека? 60-70. Ну, ребята, это всегда примерные данные. 60-70 классных. В 10 раз увеличить, что вы получите? 60-70. Да разумеется, никаких 700 даже рядом не бывает. Значит, 220-230 это предел, дальше с нет. Да. Какой-нибудь сосуд, когда он проходит, а так можно и в случае, в случае, в ходе, в ходе, в ходе... Вот, 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 именно так. Смотрим. Значит, вот это однокамерное сердце, в принципе, работает, но объемы прокачки, на нем регулировать можно в очень небольшом объеме. Так, что делаем? Оставим предварительную камеру и основную камеру. Две камеры. Задача предварительная. Накопить порцию крови, определить объем порции, который сердце будет выкидывать. А дальше, а дальше развить давление, сжимаясь с камеры, развивая давление, для того, чтобы всю эту порцию без остатка вбить в главную камеру. А эта задачка трудная. Потому что главная камера, сокращаясь, должна проталкивать кровь через капилляр. А у капилляров сопротивление большое? Да. А это значит, главная камера какое-то давление должна уметь развивать. Высокая? Да. Вполне высокая. Значит, а это значит, с какой толщины стенки у главной камеры? Большая. Ведь сила мышц зависит от их толщины. Классно. Если у вас у главной камеры вот такой толщины стенки, сможет ли она с легкостью принять в полтора раза большую порцию? Нет. Задачка вот этой, предварительной камеры. Обеспечить давление для того, чтобы растянуть главную камеру, вбить туда эту порцию, впрессовать. В результате, увеличение кровотока будет достигаться за счет двух вещей. Так? Увеличение частоты работы сердца, ЧСС-а, и увеличение ударного объема. Того объема, который сердце выбрасывает в кровеноску за каждое сокращение. Поэтому как минимум две камеры. Но в реальности, в реальности даже у рыбных четыре. Кстати, как называется вот эта предварительная камера? Предсердие. Основная камера? Желудочек. Абсолютно верно. У желудочка во всех сердцах всегда самая толстая, самая мощная стенка. И на будущее. Если хотите разобраться в любом сердце, любого позвоночного, правило очень простое. Клапаны в сердце стоят обязательно на входе в желудочек и на выходе из желудочка. Нигде больше клапанов в сердце нет. И быть не может. То есть, в этом сердце клапан стоит вот здесь. И клапан стоит вот здесь. Вы меня можете спросить, а как же вот здесь? Почему кровь не возвращается обратно в синус при сокращении предсердия? Здесь есть свой предохранитель. Но он не называется клапан. Он будет называться венозная заслонка. Поэтому, если вы вот сюда вставите клапан, вам поставят ошибку. Традиционная система называется не так. Но она работает не как клапан. Там другой принцип. Итак, клапаны в сердце на входе в желудочек и на выходе в желудочек. Ну и у многих рыб, допустим, у всех опулы скатов, здесь есть такой дополнительный охранитель. В последней камере стоит не один клапан, а целая серия клапан. Зачем это надо? Желудочек высокое давление отзывая, и под высоким давлением вбивает порцию крови в брюшную аорту. А когда он расслабляется с тем, кто у него круга, и он силой расширяется, возникает очень большой перепад давления между давлением в аорте, где оно уже повысилось, и давлением в желудочке. При растяжении давление упало. И возникает риск, что вот этот клапан вывернется. Так? Значит, ну и плюс к этому, скажите, сердце вот такого типа создает равномерный поток крови или импульсный? Порция, порция, порция. Хорошо. А по катериарам как кровь должна течь? А по катериарам равномерно. Так вот, это последняя камера у АКУ. Играет роль демпфера, то есть устройство, сглаживающего скачки давления. Идея очень простая. Смотрите, в эту камеру желудочек вбросил порцию крови. Так? А толщина стенок здесь отнюдь не такая, как желудочек. Стенки тоненьше. Давление высокое. Что начнет делать артериальный полос? Актериальность. Да. При увеличении объема что с давлением? Падает. То есть, смотрите, давление должно было бы возрасти вот так из-за работы желудочка, а в реальности оно возрастет вот так. Понятно, что верхушку срезали. Почему? Расширился полос. Теперь, желудочек расширяется дальше, давление в нем падает. Так? Хорошо. Должно было бы упасть вот на этой точке. Но, как только желудочек стал расширяться, клапан закрылся. А что теперь будет делать полос? Будет сжиматься, возвращаться к своему истопному состоянию. А это значит, что с объемом этой камеры? Уменьшаться будет. А это значит, что с давлением? Повысится. В результате, смотрите, скачок срезан и падение срезано. Это первое, межклапанное пространство. Потом ровно та же самая история во втором, в третьем. В результате, пройдя сквозь конус, каким потоком кровь будет идти? По четырнамерному. По четырнамерному. Вот мы с вами отговорили рыбе сердца. Хорошо. Но вот эти схемы мы с вами разбирали в прошлый раз. Это происхождение второго круга. Помните? Вот эта ситуация с капиллярными сетями у рыбы, а у амфибии что происходит? Возникают вот эти два сосудика. В результате, каждая порция крови, сколько капиллярных сетей проходят за один оборот? Только одну. Вот эта порция выброшена в капиллярную сеть джабр, прошла, обокатилась кислородом. И вернулась сердцем. Сердце сократилось, и богатая кислородом кровь по вот этому пути 5-6 попала к внутренним органам тела. Теперь вот эта система, вот это уже среди сердца, которое я вам только что нарисовал на доске. Но дело в том, что в реальной эволюции произошла интересная история. Без этого человеческое сердце не поймете. Значит, давайте смотреть. Голова, вот эта рыба, где? Вот она. Хвост там. В результате, какая камера у сердца должна находиться ближе к голове? Желудочек или предсеркла? Желудочек, разумеется. Вот она. Ближе к голове. Предсеркли ближе к хвосту. А теперь скажите, какая камера с большей силой выбрасывает свою полицию крови? Желудочек или предсеркла? Желудочек. А теперь представьте, вы встали на скейт, взяли в руки кирпич и силой отбросили кирпич от себя. Что с вами произойдет? А вы вместе со скейтом поедете в другую сторону. Идея понятна? Как называется такой феномен физики? Реактивный момент. А теперь скажите, реактивный момент у какой камеры выше? У предсердия или у желудочка? У желудочка. Он с большей силой толкает свою полицию. В результате, в ходе эволюции, посмотрите, что произошло. Желудочек затолкало под предсердие. Он уехал вот сюда. Он оказался не перед предсердием, а ниже предсердия, ближе к животу. Так? Значит, а предсердие в свою очередь куда затолкало? Под синус. Синус не сзади, а ближе к спине оказался. Вот этот процесс дальше будет в эволюции продолжаться. Желудочек продолжает уезжать в сторону хвоста, а предсердие и синус двигаются в сторону головы. Поэтому, начиная с лягушек уже, какие камеры ближе к голове? Желудочки или предсердия? Предсердия оказываются ближе к голове. Хорошо разобрались с кем сердце складывается. Ну, а теперь дальше проблема смешивания крови. Возникает сначала межпредсердная перегородка, так, а потом у птиц и млекопитающих и межжелудочковая возникает четырехкамерное сердце. Вот это положение сердца, вот оно. Вот эта синенькая трубка, что за сосуд? Солк. Ни в коем случае. Брюшная. Брюшная, вот. Вот эти трубы, начало у которых синее, продолжение красное, которые вверх поднимаются. Это что такое? Жаберная артерия. А вот эти трубки номер шесть, идущие от самой передней жаберной артерии, вот сюда. А вот это как раз сонная артерия. А вот это длинная труба номер восемь. Спинная аукция, совершенно верно. Хорошо, разобрались. Редактор субтитров Корректор А.